сегодня я задумался над тем почему человек который привык зарабатывать скажем 500 тысяч рублей в месяц после того как его увольняют либо теряет бизнес заново начинает зарабатывать те же самые деньги на самом деле это очень глубокая мысль которая не только меня посещала и об этом некоторые книги там пишут там некоторые люди рассказывают давайте сначала ну просто по философствуем да подумаем представим себе человека до которые скажем топ-менеджер какой-нибудь компании вот он привык зарабатывать там получать зарплату в 500 тысяч рублей в месяц да и он на эти деньги живет он соответственно привык тратить эти деньги там покупать на них одежду еду путешествовать там не знаю там ходить в рестораны там ездить на такси покупать себе новую технику да и в какой-то момент его увольняют что с ним дальше происходит дальше с ним происходит то что он через некоторое время ну большинстве своем как это будет будет да он любом случае найдет работу в этой нише в этой сфере в другой сфере но с той же самой зарплатой почему вот подумайте да давайте накидаем фразы на то есть ответы на этот вопрос это вопрос какие могут быть почему человек который да почему пишем да почему человек снова зарабатывает 500 тысяч вот такой вот вопрос там какие могут быть какие были предположения да там уровень нормы до уровень нормы уровень нормы мышление мышление до мышление опыт на навыки навыки связи вы еще там писали да там что еще может быть там знаю привычка до привычка привычка ну это то что вы писали на мой вопрос да там в stories либо в посте на как все это можно объединить вот я сегодня задумался как все это можно объединить каким словом да и мне пришло в голову слово которое сейчас вам напишу это слово отношение это слово отношение 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 к к чему то есть получается вот человек да человек а вот мир на окружающий его мир планетку такую нарисуем я не художник ну представим что это планета да получается отношение отношение как к себе так и к окружающему миру вот что скажете то есть этим словом то есть этим словом в принципе можно объединить и уровень нормы и мышление и опыт и навыки связи и привычки почему отношение к себе да то есть человек к себе относится уже на 500 тысяч рублей вот отношение к окружающему миру человек требует от мира там соответственно какого-то уровня комфорта услуг на 500 тысяч в месяц да вот соответственно вот мне такое понимание сегодня пришло в голову соответственно если человек привык зарабатывать энну сумму денег даже если его увольняют с работы он все равно будет зарабатывать эти деньги потому что у него это уже сидит в голове то есть у него отношение к себе и к окружающему миру уже другое на 500 тысяч почему потому что ну смотрите вот давайте возьмем разных людей возьмем скажем человека который зарабатывает 100 тысяч возьмем человека который зарабатывает 10 тысяч и возьмем человек который зарабатывает 1 миллион и вот это мир наш окружающий да то есть вот так вот нарисуем да вот мир как вы думаете у этих людей будет разное отношение к себе и к окружающему миру будучи то что они зарабатывают разные деньги вот как вы думаете вот у человека на 10 тысяч рублей и на миллион рублей будет разное отношение к себе и к окружающему миру что скажете ну естественно да вот соответственно мир от этого меняется как-то вот от их отношения к себе и к окружающему миру мир от этого как-то меняется нет мир остается одним и тем же только человек на 10 тысяч рублей видит скажем вот эту часть мира да какую-то а человек на миллион рублей замечает вот эту часть мира да ну я к примеру но при этом мир от этого никак не меняется то есть меняется просто точка фокуса фокусировки их мыслей и того что они замечают и видят и как они к этому относятся и так же про себя они думают то есть они вот человек который зарабатывает 10 тысяч и миллион рублей они отличаются не только отношением к миру но отношением к себе в первую очередь потому что скажем человек который зарабатывает там 10 тысяч ему как бы окей на победе да там слетать куда-то там сочи человек который зарабатывает миллион ему уже западло будет лететь на победе он уже полетит бизнес-классом к примеру да там скажем человек который был предпринимателем и зарабатывал миллион рублей и обанкротившись начинает зарабатывать 10 тысяч он все равно остается здесь потому что у него отношение к себе и к окружающему миру но не меняется то есть это вот это один миллион рублей это не значит что он стабильно каждый месяц должен зарабатывать эти деньги это состояние его такое да то еще вот слово которое может можно это описать одним словом это состояние да то есть получается отношения либо состояние да вот напишите что вы думаете по этому поводу в комментариях к этому видео мне будет интересно подискутировать с вами на эту тему спасибо 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 спасибо